В нашем доме отопление производится газовым котлом с механической автоматикой. Один контур отопления выполнен по самотечному принципу, и теплообменник может циркулировать в нем без применения дополнительного насоса. Второй контур отапливает пристроенные к дому комнаты. Этот контур делался без соблюдения специальных наклонов, поэтому он может работать только вместе с насосом. Возникла необходимость заставить работать оба контура в периоды отсутствия электроэнергии. Для этой цели я взял кислотный автомобильный аккумулятор емкостью 60 Ач. Также у меня был дешевый инвертор, на котором написано 1000 Вт. Один насос на минимальном режиме вместе с инвертором потребляет ток 4,8 А. Оба насоса высадят аккумулятор в ноль примерно за 5 часов, а может и раньше. Чтобы увеличить время работы системы отопления, хотя бы в несколько суток, было принято решение запускать один только насос, и по специальному расписанию. Для этой цели была приобретена плата реле времени. Эта плата будет управлять включением инвертора вместе с насосом. Удержанием второй клавиши переходим в сервисный режим. Третьей или четвертой клавишей выбираем режим P3.2. Нажимаем вторую клавишу и выставляем в минутах время работы насоса. Чтобы таймер выставлялся в минутах, необходимо первой клавишей добиться появления трех точек на дисплее. После каждой цифры должна стоять точка. У меня все батареи полностью прогреваются за 4 минуты, поэтому я выставляю этот параметр на 4. С помощью второй клавиши переходим к следующему параметру. Так называемое время без действия, когда насос не будет работать. Также выставляем три точки, чтобы время считалось в минутах. У меня батареи держат тепло 25 минут, поэтому этот параметр я выставляю на 25. Эти значения всегда можно изменить, если что. Снова удерживаем вторую клавишу для выхода из сервисного режима. Таким образом, кратковременная работа насоса второго контура не будет влиять на работу самотечного контура. И второй заяц, которого мы убиваем, это значительная экономия заряда аккумулятора. Таким образом, работая по 10 минут в час, заряда аккумулятора должно хватить на 10-12 суток. Чтобы не рисковать контактами встроенного реле, я подключил автомобильное, но мощности штатного реле на плате вполне хватит для наших целей. Спасибо за просмотр. Всем удачных отоплений. До новых видео.